Торжественный молебен Если ветра нет, то весла Команда слаженная, выезжали, занимались, тренировались Слава Богу, все получается Первый привал в Виновке, в мужском монастыре В переволоках самая трудная часть похода В ручной лодке перетащат по бревнам с Волги в Усу через федеральную трассу Обеспечивать безопасность будет полиция Затем сплав по Усе, шлюзование, Грушинский фестиваль И завершится Жигулевская кругосветка, где и стартовала в Самарском речном порту 30-го числа мы попытаемся пройти шлюзование Именно вот на таких старинных стругах То есть до этого пока никто не шлюзовался На Грушинской поляне Там казаки будут и песни петь И, соответственно, будет воссоздана историческая такая, знаете, такая, как бы сцена Боя Ермака с татарами На этом приключение казаков не закончится Вторая экспедиция более масштабная На лошадях 25 человек отправятся в поход из Самары в Тобольск Это почти 2000 километров Пройдут точно по маршруту Ермака Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень 4 августа дружина придет в село Вагай, где погиб легендарный атаман Оценка этого похода только положительная, поскольку она раздвинула границы российского государства Положила конец между усобицами, между различными племенами И распространила влияние российского государства дальше на Сибирь и потом уже на восток До похода самарских казаков верхом остался месяц Сегодня служивые люди сели за веслу стругов и отправились вниз по Волге Вернуться из Жигулевской кругосветки планируют через 6 дней А чтобы поход прошел успешно, в дорогу дружине по традиции выстрелила пушка Сергей Кизоркин, Станислав Левин, События